Хе-хе. А кто такой Пакин Бэггинс? Это Честер от Мира Дон Старф, только в кораблекуршении. Все, расходимся, я решил загадку, спасибо всем за просмотр. Но если взглянуть на него повнимательнее, то окажется, что у него есть свои тайны и возможно даже предыстория. Сегодня мы поговорим о существе, который далеко не сразу появился в райском мире Неголодайки. А даже после того, как он появился, далеко не все хотели брать его с собой в приключения. В отличие от того же Честера, тем нам нужна компания и очень бывает грустно, когда ты самостоятельно бороздишь острова. И тем не менее, многие оставляли Бэггинса на базе, если находили его в мире. По какой причине? Сейчас я вам все поведаю. Дело тут вовсе не в страшной предыстории такого милого существа, так как ее нет. Дело здесь скорее в геймплейных особенностях. Мир кораблекрушения наполнен водой. Но не такой, как текст данного ролика, а действительно бескрайним океаном. Что принуждает передвигаться по нему, желательно с большой скоростью. И если персонажу удавалось ее развить, то Бэггинс, будучи медлительным существом, терялся. Боговал и оставался на месте, пока его хозяин не найдет его. Данный баг до сих пор не исправлен, как и причудливая способна Пакима не переходить сквозь туман за игроком. Что создает небольшой дискомфорт. Паким Бэггинс, насколько говорящие у него все-таки имя. Есть две основные теории такого имени улетающего Честера. Первая связана с тем, что его имя созвучно с англоязычным выражением, что переводится как «собирать багаж», ну или «чемоданы». Здесь, конечно же, подразумеваются те самые вещи, которые мы с собой берем в отпуск. А на что похоже кораблекрушение, как не на тропические острова, на которые стремятся попасть все, чтобы отдохнуть от суеты в городах. Вторая версия этого имени также далеко не ушла от созвучия сумки, чемодана или чем-то, что является собой кладью. По версии фанатов, его имя это отсылка к Бильбо с говорящей фамилией Бэггинс. Сумка. Это персонаж из книг Толкина, появляющийся в «Приключениях о Хоббите» и «Властелине колец». Вам он, скорее всего, может быть известен из одноименных трилогий фильмов Питера Джексона. Этому может еще свидетельствовать и разные виды Пакима. Дело в том, что он, как и Честер, имеет несколько форм, которых может добиться игрок, наполняя его определенными предметами. Так, к примеру, если положить в Бэггинса обсидиан, то он превратится в пуляющего огнем Пакима, который будет атаковать всех враждебных существ, включая даже Вебера. Фаерболами. Беспощадно как-то. Как будто в нем просыпается сущность дракона. Ну и вспомнен трилогию Хоббита, с кем он сражался. Также Паким имеет возможность превращаться в толстенькую версию самого себя, если накормить его рыбой. И тогда он добавит вам еще три дополнительных ячейки. Поедание рыбы в его случае неспроста. Внешний вид Пакима и любовь к морепродуктам сразу выдает в нем узнаваемые черты такой птицы, как пеликан. Сходство можно обнаружить уже в клюве, который перетекает в брюхо. Пеликан же имеет огромный желоб, который наполняет пойманной рыбой. Подобное сходство неспроста, ибо даже в некоторых религиях пеликаны указываются как мифические существа, помогающие людям отстраивать здания, перенося в своем клюве камни. По сути, Паким Бэггинс действительно Честер в мире кораблю крушения. Но он именно такой, как он есть, по определенным причинам. И возможно по этим же причинам он до сих пор имеет ряд багов, которые в итоге стали его фишкой. Ну а с вами был я, Жека Дрожа. Надеюсь, вам понравился такой рассказ о Пакиме Бэггинсе. Если да, то конечно же ставьте лайк, пишите комментарии. А всем удачи, до скорого. И не голодайте.